Всем привет и добро пожаловать в летсплеи The Sims 3 Сверхъестественной, это четвертая серия и предполагалось, что в этой серии будет полнолуние на самом деле, но полнолуния не будет, у нас снова старая луна и полнолуние через 5 дней только. Я не знаю, глич это или нет, но возможно это, кстати, просто из-за того, что я чистила кэш. И нам нужно принять душ и почистить его. Кстати, там есть ловушка феи. И, да, в таком случае я покажу вам, что я сделала в доме. Вернее, конечно, показала бы вам в любом случае, даже если полнолуние было. Неважно. 8 тысяч у нас здесь было в предыдущей серии, но больше их нет, конечно же, потому что я уделила внимание интерьеру и я сделала фактически полностью гостиную. Здесь появятся чуть позже еще различные украшения, скульптуры, картины и все прочее. Пока что это выглядит так. Я решила, что будет неплохо, если в этом доме будут сочетаться традиции, так скажем, и современность. И, собственно, да. Здесь, кстати, все почти из дополнения сверхъестественное, кроме этого стола кофейного. Он из дополнения времена года, насколько я помню. Кроме этих растений, которые здесь, Sims 3, Store, да. И кроме телевизора, конечно, он из «Сумерковых», насколько я помню. И также я приобрела еще и эту игрушечную железную дорогу, на которой мы сможем кататься. Я имею в виду, Лив сможет кататься, когда нам будет необходимо восстановить нашу магию, например. И благодаря той ловушке, которую она установила в предыдущей серии, у Моргана теперь бирюзовые волосы. И у нас есть мудлет, жертва шалости феи. Коварная фея, конечно же, получила все самое лучшее от персонажа Моргана. Она не может поверить в то, что повелась на это. Не очень хорошее начало дня, на самом деле. И Лив, насколько я понимаю, ухаживает за своим садом. Это полезно, кстати. И почему бы нам не посадить вот это семечко, здесь завалялось одно, которое мы по какой-то причине не посадили. Корень Кентрантуса. Наконец-то я прочитала его правильно. Это не корень Кентрариуса или Кентариуса, как я это раньше читала. Это корень Кентрантуса. Кстати, мы можем говорить с растениями. Я не помню, что это дает, на самом деле. Возможно, то, что качество растений улучшается, может быть. И Морган могла бы сейчас, кстати, отправиться еще раз на этот участок и попробовать призывать погоду, затмевающий туман. Около камня, у камня, вернее, погоды. Попросить благосклонности камня погоды и так далее. И, кстати, этот камень погоды, я еще раз повторю, появляется только если у вас установлены оба дополнения, сверхъестественные и времена года. Он случайным образом появится в городке. У нас есть счета, кстати, которые нужно оплатить. И, насколько я понимаю, да, у Джозефа сегодня выходной, поэтому он может оплатить счета. И мы можем уделить внимание нашим магическим способностям, например, как вариант. Или отправиться куда-нибудь еще, например, на особый участок для катания на метлах. Почему нет? И почему бы нам прямо сейчас не попробовать практиковаться в магии? Пару раз. Практиковаться в магии еще раз и еще раз. И мы попытаемся сейчас призвать погоду и снилось туман. Лив улучшает навык с удовольствием уровня 3. Вампирский эффект призыва выглядит так. Их всего 4, конечно же. По одному на каждое сверхъестественное существо. Я надеюсь, мы все их испробуем со временем. Но пока что попробуем призвать затоневающий туман. Надеюсь, у нас получится. Если получится, то будет немного страшно. Все равно. Это будет здорово. О да. У нас получилось! Морган Хэллоуэй получает в подарок затоневающий туман. И, собственно, Эффект затоневает туман. Видно сразу. Становится заметно холоднее. Земля покрывается инием. Река замерзает. И у нас сейчас 2 градуса всего лишь. Осень пришла внезапно. Или скорее зима. Хотя, наверное, осень. И почему бы нам не отправиться сейчас, скажем, сюда. На летний фестиваль. Я надеюсь, мы там сможем найти кого-нибудь интересного. Кого мы можем... Из кого мы можем выпить. Или, например, кого мы можем превратить в вампира. Кстати, можем ли мы создать для Моргана? Наверное, мы не можем создать его, на самом деле. Потому что я бы его создала, конечно же, если мы могли его создать. Я думаю, достаточно, потому что у нас очень-очень много времени до повышения. Почему бы нам не попробовать сейчас изучать алхимию несколько раз. Для того, чтобы мы могли еще позже создать эликсир. Нужный Морган. Защитный крем, кажется, для вампиров от солнца. И Лив могла бы сейчас, на самом деле, распространять ауру души и тела. И попробовать... Насколько я помню, эта аура дает как раз-таки возможность для улучшения, более быстрого улучшения обаяния. Да, логические, атлетические и обаяния. Способности, я имею в виду. И почему бы нам не отправиться в таком случае куда-нибудь? Например, в... Например, в... Сюда. Я думаю, здесь есть зеркало где-нибудь хотя бы. И у нас есть мудлет двухчасовой. Вообще, он был трехчасовым, я думаю. Затмевающий туман. Талисман Камень Погоды дал вампирам передышку в этом густом прохладном тумане. Здесь настолько уютно, чем под этой раскаленной дневной звездой. Я не могу читать. И я думаю, мы можем любого персонажа сейчас просто укусить. Несмотря на то, что они даже не наши друзья, мы не будем общаться с... с Пипом Гудфелло. Это, кстати, тот самый персонаж, которого мы, конечно, нашли в... сети знакомств онлайн. Здесь очень много различных персонажей. И мы изучаем рецепт суть волшебства, который мы сможем превращать быстрые персонажи в ведьму. Конечно, это Пип. Хотя, возможно, и нет. Я думаю, это он нашу жертву все-таки. Или нет? Или нет? Нет. Кто-то другой. Кто? Почему бы нам не приветствовать надлежащее представление? Это, кстати, Паппи Вульф, кажется. Но мы не сможем его даже приветствовать сейчас, потому что... потому что он, собственно, продавец здесь. В таком случае мы могли бы приветствовать кого-нибудь еще. Вроде бы она ничем не занята. Да, мы можем надлежащее приветствовать ее. Это, кстати, Сирена Дурвуд. Надеюсь, она не является каким-нибудь сверхсуществом уже сейчас, и мы не сможем ее превратить в вампиры в таком случае. У нас есть 51 минута для того, чтобы все успеть. Я надеюсь, мы успеем. Я надеюсь, затмевает, что туман действительно действует. Можем попробовать выпить из нее. И мы не можем превратить ее в вампиры, к сожалению. Очень жаль. Но мы можем, наверное, приветствовать дружеский Алис Фиджеральд и попробовать превратить ее в вампиры. Например. И нам нужно, кстати, работать. О, она ведьма, поэтому мы не сможем превратить ее в вампиры, к сожалению. В таком случае мы можем найти кого-нибудь еще и превратить этой персонажа в вампиры. Предложить стать вампиром. Я думаю, это подействует, потому что нас по-прежнему... Ага, на минутный мудлет. Ха-ха, мы успели. Ха-ха, я думаю, это сочетается, когда она станет вампиром. Когда превращение ее завершится, собственно. И мы отправляемся работать. И будем встречаться с коллегами, потому что это еще один способ найти следующую жертву. Ха-ха, это будет здорово, если мы ее найдем. И, кстати, я думаю, у Маркуса, да, низкая потребность достаточно, поэтому можно передать ему этот эликсир, живительный эликсир. И чуть позже мы его применим, чтобы у нас было больше времени на все. Продолжим готовку. Почему бы нам вместе с Лив сейчас не попытаться обмануть систему и получить еще больше денег на декорирование дома? Обмануть систему, обмануть систему, и обмануть систему еще раз. И чуть позже... Кстати, нам нужно сначала прекратить распространить ауру, я думаю. Потому что... Это влияет все-таки на нашу... На нашу магию. О, боже. Это действительно было так необходимо занять мой автомат сейчас. Крем от загара для вампиров мы наконец-то узнаем. Можем его создать, я думаю. Нужно проверить, по крайней мере. И мы можем отправиться вместе с Маркусом сейчас в таверну Варга, которая находится здесь. Возможно, мы сможем найти кого-нибудь интересного там. И да, мы обязательно получим навык механики чуть позже. Потому что нам это будет необходимо для... Ну, пока что нет, но чуть позже, думаю, будет необходимо все-таки. И нам нужно работать нашим навыком спорта. И нам нужно зеркало, я думаю. Поэтому... Отлично, здесь есть зеркало. Мы можем воспользоваться этой кабинкой. Это, кстати... А, отлично. И благодаря нашей нахождению Лив в ее форме феи. Маленькой форме, так скажем. В крошечной форме. Она быстрее... Она быстрее увеличивает, вернее, восстанавливает свою магию. Лохнеское чудовище. И у нас есть кошелек. С тремя тысячами, кажется, семиллионов. Что совсем неплохо. И даже очень неплохо. И мы можем в таком случае... Вернуться к нашему... К нашему навыку обаяния. Аура. Распространять ауру тела и души. И затем... И затем... Репетировать речь. Я думаю, это поможет нам быстрее немного... Хотя бы... Хотя бы немного улучшать навык. И посмотрим, есть ли здесь кто-нибудь. Мы можем найти... Оборотня. Мы можем... Это, кажется... Нет. Мы не сможем ее даже превратить. Кто это? Турист. Здесь они туристы. Это как-то печально, потому что мы не сможем превратить даже туристов. Туристка. И фея. Отлично. В таком случае мы подождем кого-нибудь... Кого-то более интересного для нас. Можем пока что использовать, кстати, наш эликсир. Выпить эликсир. Можем его также бросить эликсиром в персонажа. И усталости как не бывало. Ненадолго, конечно, эффект есть, но... И мы можем превратиться в оборотня. Кстати, хорошая идея. Вполне. Какой замечательный живительный эликсир. Маркус Ллойд чувствует, что он может сделать все, что угодно, не тратя слишком много энергии. И мы можем охотиться в одиночку пару раз, пока здесь кто-нибудь интересный для нас не появится. Может быть, мы вернемся сейчас чуть позже. Вернее, я вернусь сейчас чуть позже. Это турист. Мы получаем редко драгоценный камень. Надеюсь, что это солнечный камень, который стоит кучу денег. Я очень, наверное, надеюсь. Две тысячи. Полиусы две тысячи. И, конечно, мы купим что-нибудь обязательно. Я думаю, что что-нибудь мы будем декорировать. Например, кухню или столовую, которая пока что у нас пустая абсолютно. Что мы делаем, кстати? Мы рассуждаем о бредности жизни, нам это не нужно сейчас. Это трата времени пустая. Мы можем... У нас, кстати, есть желание наложить заклинание перехода на растущий ингредиент. Мы можем это сделать прямо сейчас, потому что я это еще не показывала, по-моему. Можем сотворить заклинание на этом яблоке, отравленном. Мы идем сюда. Мы кладем это яблоко сюда, например. И мы сотворим заклинание ритуала перехода на нем. Надеюсь, оно будет успешным. Есть вероятность того, что он провалится в этом заклинании. В таком простом заклинании. И у нас какое-то семечко, необычное семечко. Можем это оставить, в принципе, и превратить это яблоко во что-нибудь, надеюсь, в золото. Это очень случайно, на самом деле, происходит превращение какого-то ингредиента в другой. Это может быть что угодно, в том числе и неудача, как это было сейчас. А мы, кстати, теряем это яблочко. Да, очень жаль. Кстати, мы могли бы приобрести ему куда более хорошую волшебную палочку. Тогда будет успешнее заклинание, скорее всего. Это самое-самое-самое дешевое и самое-самое неудачное. И это что-то интересное. Нет, не слишком. Поэтому продолжаем. Это может быть насекомое, это может быть драгоценный камень, это может быть даже аквариум с рыбкой. И что-нибудь еще может быть. Отлично. Нам стоило продать это до того, как он исчезла отсюда, створить заклинание Ротового Перехода. Еще раз. Отлично. У нас несколько кусков металла, можем, в принципе, створить. Отлично. У нас истощение низкий уровень волшебных сил, поэтому мы будем проваливать все, что мы сейчас будем делать. И Лиф наконец-то получает навык обаяния. Мы можем в таком случае изучать алхимию. Раз уж у нас низкий уровень волшебных сил. Еще позже мы вернемся обязательно к созданию чего-нибудь еще. Нет, нам не нужно дружить с русалками. Не в этом, летсплей. И, кстати, у нас есть, да, наш друг Гластон Фармвелл. Мы можем его также пригласить к нам, например, и превратить его также в вампира. Маркус находит кварц. Можем отдать его Джозефу. И Джозеф превратит его во что-нибудь. Например, в эликсир. Это мы передаем Джозефу. Это также мы передаем Джозефу. Мы не будем это продавать. И мы посмотрим, есть ли здесь что-нибудь еще. У нас, кстати, есть модульет воодушевления от эликсира. Жизнь слишком коротка, чтобы спать. Хорошо, что Маркус больше не нуждается во сне на какое-то время. Отлично. Мы не будем терять нашу бодрость на 4 часа. 4 часа. Да. На том же месте находится сейчас. Здесь никого нет. Абсолютно никого. Я полагаю. Все те же туристы. Да. Можем отправиться куда-нибудь еще. Например, в... Где могут потенциально находиться какие-нибудь еще персонажи? Можем отправиться в магазин эликсиров и товаров Алистера. Кстати, можем поискать там что-нибудь. Если бы было полнолуние, мы могли бы еще сдать что-нибудь на эликсиры, какие-нибудь на комиссию. И мы бы их продали с большой вероятностью именно в полнолуние. Но мы попробуем чуть позже, когда она будет, собственно. И, кстати, мы можем не отправляться домой, мы можем пригласить куда-нибудь сейчас классного фармвала. Например... 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 В шезлон красный бархат, где мы его и встретили, насколько я помню. Джозеф улучшает навык алхимии. Джозеф постигает тончайшие аспекты приготовления эликсиров и теперь будет ошибаться реже. Он также научился подмешивать эликсиры в волшебные напитки. Это интересно, кстати. С молодчих характера. Отлично. Может быть, его заинтересует приглашение к нам домой. Большой и сильный. Мы, кстати, можем превращать персонажей, вернее, делать их толстыми. Теперь... И лис получает... Отлично. У всех бывает плохое настроение. В таком случае мы можем смотреть телевизор и получать дальше навык кулинарии. Нам нужен третий, у нас второй. В таком случае это будет не лишним. И да, мы создадим 10 эликсиров. Кстати, почему бы прямо сейчас не приобрести ему новую волшебную палочку? Кому же у нас есть такое желание? Она находится где-то здесь. Кстати, могли бы купить яйцо дракона. Это соблазнительно прям. И, например, получить дракона-садовода зеленого. Я сделаю это, пожалуй. Яйцо дракона вместе с Dragon Valley появляется. Это, собственно, премиум-объект дракон. И мне нужна сейчас на самом деле волшебная палочка. Увлечение навыки. Кстати, могли бы купить тюлень для пчел. И у нас есть несколько волшебных палочек, покрытые листьями. Самые дешевые, собственно. И тут успешность выполнения, собственно, успешность. Точное заклинание средняя, волшебная эффективность высокая. Получше наше на самом деле. Слоновая кость. И стоит дороже намного. Точное заклинание высокая, волшебная эффективность средняя. Что-то здесь не так. Стеклянная точность заклинания средняя. Волшебная эффективность самая высокая. Волшебная палочка элегантная. Самая высокая точность заклинания. Волшебная эффективность средняя. И есть еще одна высокая-высокая радужная палочка. Может быть, мы можем приобрести ее. У нас есть достаточно денег для этого, да. Мы это сделаем прямо сейчас. Можем получить ее, в принципе, сюда. И старую можем продать, кстати. Она нам совершенно не нужна больше. И почему бы нам не приобрести действительно улей куда-нибудь. Мы можем его разместить, я думаю, который находится где-то здесь. Здесь. Мы можем поставить его, можем поставить его сюда. Неплохое место. И да, мы соберем мед обязательно. Кстати, воск, который мы будем также получать из двуглей, также является одним из ингредиентов какого-то из зелий. Я не помню какого. Вернее, эликсиров. И Маркус, почему бы нам не вернуться домой? Мы все равно никого там не встретим, скорее всего. У нас даже нет никого, с кем мы можем прямо сейчас пообщаться, подружиться и превратить его в оборотня. Поэтому мы уделим этому внимание завтра, наверное. У нас, к сожалению, не выходной, но все-таки мы сможем, наверное, что-нибудь сделать с этим. И мы смотрим кулинарную передачу. И почему бы нам не вернуться сейчас домой, не выкурить пчел из улья? Хотя, в принципе, мы можем... Да, мы можем накормить пчел. Это даст нам более высокого качества мед. И нам нужен свет сюда, потому что здесь слишком темно. И да, мы изучаем рецепт эликсира, стройные и подтянутые. Теперь мы можем делать персонажей толстыми и сразу превращать их в худых. Это обратные подействия эликсиры. И нашу волшебную палочку мы можем продать. Она стоит 200 миллионов. Изучать алхимию дальше. Изучать алхимию и изучать алхимию. Можем... Кстати, мы могли бы не изучать алхимию, а посмотреть, что мы уже знаем. Попробовать смешать какой-нибудь эликсир. Да-да, мы ненавидим технику. Мы можем смешать сейчас тошнилку, банку разногласия. Мы можем смешать сейчас... Крем и загады для вампиров. Да, мы можем смешать. Например, нам нужен металл и насекомое. У нас все есть. Отлично. Создаем. Надеюсь, мы действительно будем меньше ошибаться на зеленый. В любом случае, даже если мы не сможем создать сейчас. Ничего страшного. Ингредиенты мы не потеряем. По крайней мере. Слава богу, вы не укусили пчелы, кстати. Это могло быть. Нам нужно почитать эту книгу. И Джозепс завершает создание этого эликсира. Можем изучать алхимию еще раз. И, в принципе, я думаю, я закончу эту серию здесь. Потому что подходит время, когда нам нужно будет спать. И, кстати, Лив по-прежнему улучшает свой навык. Мы можем вернуть ее домой. Попробовать испробовать на деле эту железную дорогу. Покататься на поезде. Поэтому чуть позже я закончу эту серию. Очень-очень скоро. И, Джозеф, почему бы нам не отправиться спать, после того, как мы закончим с алхимией. Мы изучили еще один эликсир фляга с мощным снотворным. И Маркус также. Нам нужен сон. Мы катаемся, конечно, в нашей фирийской форме. Особой форме. И да, немного это влияет на наше истощение волшебной магии, собственно. С какой-то... Совсем чуть-чуть, но все-таки это влияет. И немного повышает наш уровень магии. И, Лив, мы можем также отправиться спать сейчас. И я закончу эту серию здесь, конечно же. Пока что с вами прощаюсь. До следующей серии. Которая будет в субботу пока что. Со следующей недели, кстати, я планирую снова изменить расписание. И, сверхъестественное, будет выходить по вторникам и четвергам. Я чуть позже, в принципе, расскажу, наверное, об этом новом расписании. А пока что с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok